ПОДКАСТ КАТЕГОРИИ Б Чисто СМР, выпуск Какой вкусный это шарак Хулигани Вообще, какие-то, наверное, надо кинорекомендации Именно в плане Какие-то прям фильмы, которые хочется Вспомнить, обсудить Пусть посмотрит голографический человек Ебать, что это такое? Это такой фильм Джолара Знаешь, такой актер? А где он снимался? Ну вот это имя мне не знакомо Но может быть я видел его Ну название-то фильмов Расскажи помимо голографического человека Есть классный фильм, мне нравится Блуждающая пуля А он чем там? Томас Ян Гриффит, помнишь, такого, который Чрезмерное насилие? Володь, я... Я просто начинаю чувствовать себя Теми самыми людьми, которые окружены мной Которые, когда я сижу и со временем И когда я со временем говорю какие-то фильмы Имена на меня смотрят и говорят Бл***, Макс Я ничего не смотрел Томас Ян Гриффит, который играет злодея В «Ампира» Джона Карпентера Да, да, злинился Он, короче, в 90-х, в 95-м, там, в 97-м году Снимался в таких каратешных боевиках То есть он был на уровне Гэри Дэниелсона У него был офигенный фильм первый Он такой узнаваемый Назывался «Чрезмерное насилие» Там он играл полицейского Который там попал в замес, как обычно Злодей играл Лэнс Хендриксон То есть прям, прям круто было Вот, а второй фильм «Блуждающая пуля» Это боди-муви Чем-то похож на «Плохие парни» Там играют он, Дональд Сазерленд, Джон Лидгоу и Теа Каррера Слышь, составчик А какой год? Ну, там, 95-й, 97-й Ага, фига Не знаю, шпуля Да, прикольно, кстати Блин, мазика не хватает Ребят, привет Снова мы Да, мы записываем выпуск до того, как вы лыжили хотя бы первый Поэтому до сих пор нет от вас никакого фидбэка Мы все еще действуем вслепую Ну, подарок опять какой-нибудь разыграем Да, все еще записываем подкаст категории «Б» Ну, что ты посмотрел за это время, пока мы не писали подкаст? Короче, мы устроились эсэнзой Арджента? Да, выходные Арджента Мы посмотрели «Суспирио», она первый раз посмотрела Я посмотрел первый раз «Оперу» Я «Оперу», кстати, не смотрел Я сейчас у тебя увидел эти фотки Чувак, чувак Сейчас про «Оперу» расскажу И посмотрели «Кроваво-красное», которое всю жизнь хотел посмотреть Да, «Кроваво-красное» просто стиль Просто вообще Там молодой Эрик Робертс, да? Не, «Кроваво-красное» это, короче, Удакир молодой Очень красивый, просто нереальный А это, кстати, не, это было «Суспирио» Это был не «Кроваво-красное», это был «Суспирио» Удакир А «Кроваво-красный» — это, короче, такой авторемейк фотоувеличения. Помнишь, там главный актер, который в фотоувеличении — Антониони? Этот чувак похож на взрослую версию Липа из «Бестыжих», который очень похож. Это как будто Лип, только типа «30 лет спустя». Очень похож. Он тоже становится свидетелем убийства, так же, как в фотоувеличении, только это такой в стиле Джала. Очень крутой. А по поводу оперы, короче, там есть сцена, когда героиня смотрит в глазок, и там как бы подозрение, что по ту сторону в двери стыд маньяк. — Она его видит? — Нет, она в глазок видит, а он прикидывается копом, она ему — «Покажите там удостоверение». Он там показан, говорит, «Я не вижу, покажите». И он показывает револьвер, говорит, «Видите, мое табельное оружие». Она такая «Покажите еще раз удостоверение». И он показывает оружие, его так направляет в глазок и стреляет. И показывает в этот момент в монтаже крупный план внутри глазка, как летит пуля гигантская, разбивает стекло, как у Тарантино в убить Билла. Помнишь, когда боёк бьет по патрону? — Ну, по патрону. — Ну, по патрону показывает. — Да, в револьвере. И он летит. Вот то же самое, только динамично. Ей, короче, вышибают мозги. В этот момент за спиной другая главная героиня, она пыталась копов вызвать по телефону вот этому промодному. И его, короче, разносит в клочья этот телефон. Это все в лютом слоумо. Это он кидывает назад, у нее выкидываются мозги. — Это 70 какой-то... — Это 74-й год. Это выглядит просто пиздец, как жирно. Это прям разъёмно. Потом там есть сцена, когда... — Потом, наверное, какой-нибудь этот, Том Савини. — Не-не-не-не. Но это итальянцы. Они же, по-моему, не то, чтобы... — Так он же хуярил у них. — Савини хуярил у них. — Конечно, он же оттуда пришёл. — Слушай, надо посмотреть, кто отвечал за спецэффекты. — Потому что он же самый взорванный в то время был. — Не, Савини вообще топовый чувак. Просто секс-машина. И там была ещё сцена, когда маньяк зарезал девчонку, и у неё за какой-то кулон там. И у неё... Ей этот кулон, цепочка, в рот попал. И он пытался его вытащить, но не смог. И там сцена, когда он берёт ножницы, и ей, короче, засовывают в рот, начинают раскрывать рот, зубы, вот этот всё звук скребечащий, вот этот... И это прям как у Риофана в «Неоновом деме», когда, помнишь, Киану Ривз нож в рот засовывал. Один в один. И ты прям смотришь, понимаешь, что Арджента воспитал всех чуваков, на которых мы сейчас дрочим. И, короче, в опере очень красивый визуал, и там и сцена техническая. Я смотрел документалку про Арджента, вообще, почему захотелось, да, посмотреть. На Bitfilm Fest показывали. И, по-моему, второй режиссёр говорит, типа, что у Дарья Арджента, ну, в то время, в 80-х, было кучу свободы и творческих, которые сейчас невозможно вообще ни одному режиссёру выбить. И вот он берёт и говорит, я хочу, чтобы мы подвесили, короче, к потолку в, там, какой-то гранд-опере, знаешь, в римской какой-то... В Риме, типа, нереально какой-то оперный зал, один из самых, типа, дорогих, подвесить там. Там кран гигантский, который будет кружить, чтобы сымитировать POV птицы, которые летают по залу. И там и сцена, когда сидит зал, весь забитый полностью, вот это оперный зал, люди в костюмах, всё очень красиво. Топ-шот. И камера так кружится, кружится, кружится. В какой-то момент она так кружится, что у тебя уже начинает мутить. И потом она с топ-шота, ну, кажется, что это просто кран с этой механической головой, которая просто показывает. И она в какой-то момент начинает опускаться и начинает вот на таком расстоянии над головами людей летать по залу, и люди вот так прячутся. И это типа ворона, которая летает по зале, POV длинная сцена, минуту где-то идёт. А вороны есть сами? Вороны потом, ну, и в монтаже потом показывают, как вороны эти летают. Ну, то есть, прикинь, насколько задротная история. Там есть кадр, например, когда переход в сцену. Сидит режиссёр, режиссёр в смысле персонаж, который оперу режиссировал, со своей девчонкой, они учат, обсуждают, обсуждают, раз следующий кадр. Вот так вот боковой план очень крупно летит, вот так пёрышко всломало. И ты думаешь, что за хуйня, что происходит? И потом следующий план, вот так рука, вот так снято. Знаешь, как бы, типа, ну, как сторис, грубо говоря. Вот так падает перо в ладонь, и камера делает, типа, вот такой облёт. То есть, как бы, они снимали на 90 градусов. Вот, типа, реверс такой в обратную. Ну, типа, да, как падает перо, и камера такая, вух, назад. И начинается сцена, и диалог. И ты просто такой смотришь, думаешь, ёбаный в рот. Короче, опера — это пиздец. Там эти сцены с иглами в глазах, ебать, как это стильно. А главное грение — чисто Люба Аксёнова. Ты так будешь угорать. Ты просто будешь угорать. Ты весь фильм не сможешь отделаться от этой мысли. Короче, фильм раз... Когда он не снимал пока эту, в Азию, да? Азия, да, она была ещё мелкой. Да, совсем мелкой. Да, он её начал снимать в 90-х. И, кстати, в документалке очень много про их взаимоотношения, именно с точки зрения режиссёра-актриса. Там был момент, где они говорят про призрак в опере, что, типа, ей 20 лет, он не снимает сцену секса. И она говорит, это так странно. Типа, отец приходит, даёт какие-то комментарии. У них бабушка была на площадке, которая отвернулась там вообще. Но Азия, наверное, Азия Арджента — это, знаешь, вот, типа, топ великих женщин. Просто, типа, чистый секс. Чистая, просто небожительница. Ну, там, можно Монику Белуччи, да, куда-нибудь воткнуть там. И я вот Азию Арджента, ну, вот в этот пиди стал бы занёс, потому что она просто взорванная вообще. А ты смотрел «Отель Новая Роза», где Дефо и она? Не. Блин, это вообще... Не смотрел. Это Абель Феррара. Не, не смотрел. «Отель Новая Роза». Блин, как же Феррара любит Дефо. «Нью Роуз». «Нью Роуз Алхотел» он называется. И там ещё, по-моему... По-моему... Это по Стиву Кингу? Нет? Не-не-не-не. Это вот такая еб***ь у Феррары, как обычно. То есть там всё какое-то... Какие-то там отношения, что-то всё там... Такой в наркотическом угаре. Ему там какие-то сновидения, глюки. Вот. И она там просто такая, знаешь, типа у неё татуха вот здесь вот с живота на промежность идёт. И там какая-то то ли распятая Дева Мария, то ли что-то. Ну, короче, это прям массив. Причём он недавно вышел, по-моему, даже в 4К. Да? Я первый раз «Арджента», конечно, увидел в трёх «Эксах» с Вином Дизелем. Но она там вообще просто убийца. Короче, да. Мы посмотрели «Дарью Арджента», три фильма, и я х***л. Это просто... Ну, это квинтэссенция стиля. Это прям фэшн. Это прям нон-стоп был? Мы нон-стоп. Мы прям устроили себе Дарью Арджента. Я у себя... Я сейчас веду, наконец, этот ежедневник. У меня такой календарик. У меня там прям было отмечено воскресенье, день Дарью Арджента. И мы с Эльзой проснулись, там позавтракали, погуляли в парке, всё, книжку почитали, всё, короче, все свои творческие дела закончили, сели, короче, покушать все сделали. И вот, и просто три фильма подряд. Просто р***лёк. Но вот опера нам больше всего зашла. Суспири очень тяжело смотреть, конечно, сейчас из-за музыки «Гоблин» очень тяжело смотреть. Ну, в плане именно музыка прям... Она не дискомфортная, она просто, типа, очень часто неуместная, намеренно неуместная, но именно тяжело смотреть, ты прям смотришь, не хочется выключить, не хочется промотать, но ты прям сидишь, и прям она торчит. Понятное дело, что это, скорее всего, это и остаётся творческим решением, чтобы музыка торчала, потому что она там как отдельный персонаж, реально, очень-очень странная, психоделичная рок-музыка. Но сейчас её всё равно тяжелоат, потому что, как бы, это стерео, и как бы там этот «5.1» не был собран, там инструментал очень... Я бы даже сказал, что он моно, он прям такой, знаешь, ну, то есть он не разложен по сведёнке, условно, он прям такой грохочущий. В этом есть свой стиль, но тяжеловато. Но, опять же, есть, наверное, люди, которые будут смотреть и говорить, о, боже, это так экспериментально, это так круто. Но на самом деле, ты ещё, может быть, знаешь, что, может быть, от версий зависит, потому что есть же критерионовское издание, они же там постоянно вообще там со звуком тоже заморачиваются. Ну, слушай, возможно, да, да, возможно. Ты чё посмотрел? Я посмотрел... Я стал смотреть, короче, второй сезон вот этого сериала, который HBO Документария. Помнишь про миллиардера, который, типа, ебнул... Еди нахуй! Второй сезон вышел три дня назад. Я оху... Шесть серий. Подожди, откуда ты знаешь, что мы смотрели? Мы посоветовали или чё? Кого? Вот, типа, «Тайны миллиардера». Да. Откуда? Мы обсуждали это? Я смотрел... Никогда не обсуждаю. Да ну нахуй! Смотрел его уже шесть лет назад, а сейчас второй сезон. Ты сейчас серьёзно? Чувак, мы три дня назад его посмотрели первый раз. Весь или первый сезон? Вот, ну, шесть серий, которые... Первый сезон. Видимо, да. Мы смотрели и... Ну, где заканчивается, что он там, типа, бла-бла-бла там на... В туалете. Да. Мы смотрим сериал на минуте тридцатой, когда уже речь про то, что он в женщину переодевался, у нас Эльза такая... Подожди, это ли не та история, где фильм с Гослингом? Да. И мы понимаем, что это та история, нас начинает... Мы его смотрели два дня, по три серии перед сном, мне кошмары снились. Просто раз... Заканчивается... Ну, это же на 2015 году заканчивается, я потом сажусь в Википедию почитать, и ах... Что эта документалка раскрыла эту тему, и в итоге, блядь, его признали виновным. А вот здесь сейчас дальше идёт про то, что, типа, он начинает всем звонить, будучи в камере, и запись идёт, да, и там полицейский, который всё это дело ведёт, он говорит, вот то, что касается Дёрста, есть, говорит, версии такие в его жизни, что где-то в своей там вселенной, в которой он, типа, всем говорил, что он невиновен, и вообще всё это пиздецня, что его там подставили, говорит, был шанс такой, что он не должен был лишнего говорить. А в той версии, которую, говорит, вселенной мы проживаем, он везде всё рассказывает всем, что, типа, это я убил, это я сделал, это всё то. И, говорит, поэтому, если взять вот этот пласт времени, когда он уже сознался, и когда его посадили, он там заболел, и он сидел в тюрьме, всё равно, говорит, вот эти телефонные звонки, там, родственникам, друзьям, ещё кому-то, они всё равно, говорит, были под этой вселенной, когда, типа, он ещё лишнего стока наговорил. Блин. Вот. А я, на самом деле, вот что вспомнил, может быть, у нас это с тобой... Как так получилось? Смотри, я сейчас тебе объясню, это вот как бы наше такое... Да, мне просто тупо жутко нахуй сейчас... Не, смотри, я тебе расскажу, это, может быть, наша метавселенная. Один раз, когда мы с тобой обсуждали, ты мне скидывал презентацию, даже это была не презентация, это ты мне скидывал кадры на Ютьюбе из Ронина, ну, типа, вот, атмосфера, там, книга Илая, всё это было, там был Музон. Ну, это год назад был. Год назад был. Там был Музон, который уже написал, я так понимаю, Диман, да? Да, 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 Мимико. Вот. И я тебе в какой-то момент, говорю, стал показывать, говорю, а мне вот такое, такое, я тебе ставил какие-то треки, мы с тобой обсуждали этот уеб... трек из Логана, там кто-то известный, вот, и я тебе поставил, я тебе даже скинул этот Музон, который вот здесь на заставке в первом сезоне. А, да? Да, и ты такой. Ну, это, слушай, просто, я говорю, что это произошло на этой неделе, а как было у нас? Мы сидели, думали, что бы нейтрально посмотреть, состояние какое-то паршивенькое, немного погоды, ебашь, а нам когда херово, мы с Эльзой всегда смотрим, короче, True Crime, потому что мы смотрим настолько отбитые документалки про полный пиздец, мрачный жизнь, из-за этого, типа, если... Типа ты не подключаешься, вроде бы, к сюжету, но в то же время тебе интересно как бы смотреть, потому что ты понимаешь, что это по правде. Ну, ну и мы еще просто ловимся на мысль, что мы смотрим и думаем, боже, да у нас проблем вообще никаких нет, вот это полный пиздец, знаешь, когда смотришь. Ну, это какая-то такая, какая-то глубинная хрень, все тянемся к тьме, все тянемся к какому-то запретному, вот эта тема, ну, короче, как-нибудь, может, обсудим пофилософски, если будем бухать на подкасте в каком-нибудь выпуске. Ты же знаешь, что сначала вот этот же чувак, который снимал этот сериал, он же снял вот этот фильм. Хирин с Гостлингом, а потом интервью записал. Да, он его снял, этот хер сам его посмотрел и написал ему. Это вообще, мы с Эльзой угоральствовала. Мне кино не понравилось. Ну, так вот, нам, кстати, понравилось, жутковато, с Гостлингом. А вы когда смотрели? Эльз смотрел давно, и мне потом показал год назад и год-два назад. А, год назад, я где-то смотрел лет пять назад, и я тогда не вкурил, что это история. Слушай, очень такое мрачное кино, на самом деле, не то чтобы оно высокохудожественное, а мы уже, ну, посмотрели все. У меня прям есть топ-список фильмов, которые, true crime, которые просто дичь полная, вообще мрачнота и полная пиздец, но мне казалось, что мы посмотрели все. Я делаю то, что не делаю никогда. Я гуглю список, там, true crime, и мне выдает сайт а-ля ПЖ, бывший Esquire, топ-документалка. Я смотрю и вижу, что документалки есть те, которые мне очень нравятся, типа, например, руки прочь от котиков, полный пиздец, да? И смотрю, есть это «Тайны миллиардера». Это джинкс как-то. Я смотрю и понимаю, что я не читаю описание, я просто смотрю, что если рекомендуют, и в этой статье есть фильмы, которые мне нравятся, значит, остальные фильмы плюс-минус подходят по вкусу. Я просто смотрю, понимаешь, там шесть серий и думаю, о, это возможно нам на два вечера. И мы включаем, нас затягивает к х***м. И это было дня четыре назад. И то, что ты мне сейчас говоришь, а я не знал, если второй сезон. Я просто сидел в Википедии, потом читал, Эльзи пересказывал о том, ну, чем закончил свое дело. Мы потому что закончили, такие интересные, что с ним случилось? И я такой по-быстренькому гуглю, начинаю читать, и мы их к**маем. И ты мне сейчас говоришь, что ты смотрел второй сезон, а мы смотрели первый, и это абсолютно, ну, это абсолютно рандомно. И вот это, ну, криповая х***я. Во-первых, потому что мужик очень криповый. Он мне уже снился, знаешь, там три дня. И у нас была вообще теория. Когда я первый раз смотрел, у меня такая ассоциация с пилой была, что это... Он очень похож. Да, он похож на Тобина Белла. Да, да, да. Но при этом он такой еще какой-то... Ты знаешь, у меня теория, что он шизоид полный. Абсолютно, конечно. Я считаю, что в нем живут две личности. Одна, которая полностью сопротивляется всему насилию, а вторая, ну, вот эту дичь творит. Потому что даже, когда вот эти моменты его диалогов, когда он там, знаешь, в туалете вот этот, в конце, где он говорит, что мы наделали? Конечно, убили всех. И там прям диалог, как в этих фильмах. Потому что то, как он себя ведет, он прям типа говорит, и он будто бы вообще отрицает случившееся, и у него такая логика. И вот этот момент, когда он сказал про письмо, что это точно мог написать только убийца. Смотрите, даже там опечатку сделали, это точно мог сделать только убийца. И вот было ощущение, что вот эта его личность, которая, ну, безобидная, она как бы пыталась подставить ту темную личность, как бы выдать этот факт, потому что знал, что его поймают, потому что он знал, что он пишет с опечаткой, и он прям знал, что я сейчас это вкину, они должны это раскопать, они должны прекратить это насилием, потому что у него нет сил признаться, потому что там личность темная, она типа сильнее. Но он как бы подсознательно выдал этот факт, он прям направил их, он прям настолько направил их, что он знал, что написал это письмо, что он писал с опечаткой, он ведь прочитал Беверли, И он знал, что это написано с опечаткой Не типа он тупой Он будто бы, когда писал то письмо Знал, что мне надо сделать опечатку Потому что, скорее всего, они найдут мои старые письма И меня вот это вообще поразило Мы прям дня два это обсуждали Ну, а здесь Ты начнешь смотреть с Эльзой второй сезон Второй сезон, как я его нашел Вот тоже прикол Я, короче, залез, что-то искал Какие-то документалки И так вот листал, листал, листал его И такой, знаешь, смотрю, что что-то странно В новинках появился опять этот «Тайна миллиардера» И я думаю, перевод что-ли другой какой-то сделали А там просто написано, типа Сезон, смотрите, я нажимаю на сезон И вываливается второй сезон Я тогда думаю, да не, ну нахуй Ну что они, ебаная, в 2024-м выпустят второй сезон Захожу, смотрю шасси, включаю Это события, которые там, типа, были рассказаны Пока он сидел Пока, типа, с 2015-го года, как он проболтался Его приняли И он начал всю эту историю там, как бы, проходить Со следаками, со всем И там суд Там в суд вызывают всяких там его подруг Да, и постоянно откладывают Откладывают, откладывают, да, все длится Короче, все это откладывают до ковида Во время ковида это нахуй все закрывают Чтобы вообще И там, прикинь, есть такая херня Что он сидит, короче, на допросе В маске в этой, в пластиковой, ковидной В маске И такой он прям вообще плохо выглядит И они ему говорят Да вот вам ваша запись Вы же это для фильма писали Это как бы официально Можно использовать в суде и везде Да, согласие Вы же дали согласие на обработку данных Когда вы этот фильм записывали И он такой говорит Ну, сказал и сказал Это же не факт, что я их убил Такой ферзь И, короче, там вот эту маску Помнишь, они нашли маску Что он в маске там ходил Короче, маску у него какую-то нахуй Когда он женщиной, типа, переодевался У него еще была маска Не, я про маску не помню Не, была в первом сезоне Там просто маска Они как бы ее, как в этих вещдоках упоминали А вот здесь прямо они про эту маску И там даже в титрах он в маске хустрит на катере Ну, а здесь уже, знаешь, что обломало Там по первой серии Что, поскольку там это все реально И там просто какая-то реконструкция такая То здесь уже реконструкция Из-за того, что видно, он умер Здесь уже реконструкция Его как бы сзади показывают чувака Дублера, который на него похож Там статиста И там он такой лопоухий немножко Вот, но все равно клево Короче, с удовольствием Везет, я еще нет Давай покажем, что я принес Раз, два, три А я пока поем Знаешь, что это такое? Звук? Нет, вообще, что это за бюст? Я думал, ты меня сейчас оскорбляешь Что это за бюст, знаешь? Меня расскажи Это, короче, 2003 год Вышло вот это издание Когда третья часть вышла Терминатора Да, да, вот, кстати Это что-то там вот рядом было Вышло вот это издание На самом деле Это была версия SkyNet Шестидисковое Blu-ray издание Вау, шесть дисков Коробки, да, там шесть дисков Они у меня лежат дома И там, короче, съемки, интервью Саундтрек на диске Вау DVD-версия на диске Брэд Фиддель Да Вот, это прям такое Первый раз, когда я увидел SkyNet-версию И, ну, получается, он шел с дисками Вау, очень круто И вот в этой версии там Все версии есть, короче И SkyNet И режиссерская И, ну, вот, первая театралка Вау А там нет Случайно, помнишь, это 3D они записывали Продолжение Где они? Не-не-не Жалко Ты смотрел его? Конечно Я не на мотике хера Вообще просто Да-да, смотрел И это вот Удивительно, что его нигде нет до сих пор Да, на ютубе, на ютубе Ну, какой-то там Он же еще этот Терминатор 2, 3D 2, 3D, да-да-да И поэтому там, видно, они его как-то сконвертировали До сих пор смотрится лучше, чем все остальные сиквелы Ну, знаешь, кстати Раз мы затронули тему Терминатора Сделаю камин-аут Мне очень понравился шестой фильм Вот Dark Fates Серьезно? Чувак, я реально А почему? Сценарная тебе понравилась? Нет, сценарная как раз полная Прям рипов полностью в вторую часть Я как-то впервые ощутил, что кино реально делали люди, которые хотя бы немного, но любят Терминатора Мне вообще понравился там ганпорн Там весь фильм постоянно ху** из крутых пушек Это реально первая часть Терминатора со времен второй Со времен второй Когда реально попытались показать больше пушек Не то чтобы они... Ну, то есть, как бы, чем гениален Кэмерон? Он прям понимает, как работает оружие Он умудряется оружие показать как бы фактурно Он показывает, как оно работает Он прям показывает, как персонажи с ним взаимодействуют Я все время, когда говорю Кэмеронное оружие Я сразу вспоминаю о Рипле в Чужих И в шестой части там просто реально очень много пушек Они не показаны с позиции, что вот там Они какое-то оружие изучают Это надо быть Кэмероном, чтобы понимать Там даже вот этот саунд-дизайн Помнишь, в Терминаторе 2 гранатомет? Вот этот пуп Вот этот глухой звук Но у него нет звука такого, у этого гранатомета В реальной жизни Надо было отбивать как-то полицейских Но какой классный вот этот звук Пуп Просто реально И ты, у меня мурашки Ты как бы слышишь этот звук Ты сразу знаешь, что это Арнольд Шварценеггер Конечно Засовывает гранату в гранатомет И делает вот так И он туп Или этот дробовик, который вот так Шик-шик Перезаряжается Как этот пулемет работает Его звук мы полностью знаем Чужие и рипли Вот это сначала импульсный автомат У которого циферблат с патронами И который Как он стреляет Чувак как бы шарит И вот в шестом терминаторе Есть Есть отголоски этого И там как бы они реально Попытались сделать хоть что-то И там мне действительно Впервые понравилось Как решили Сделать злодея Мне не то чтобы нравится Его внешний вид Что он бегает В клетчатой желтой рубашке Но мне очень понравился Как выглядит актер Он очень понравился У него клевая Он клевый У него клевая внешность Мне очень понравился Как они решили Они как бы Ну как создать нового терминатора Да Потому что Кэмерон был гений Создать жидкого терминатора Это кстати портал в ад Это черная дыра Если начинаю говорить про терминатора То это пиздец Все Это выпуск посвящен будет Кэмерону Короче я постараюсь быстро Но вот он придумал да Жидкий металл Все остальные терминаторы Которых придумывали Это была ну какая-то писи То есть да окей Кристан Локен Это как бы прикольно Да что она вроде бы робот Но она вроде и трансформируется Но классно придумали В шестом терминаторе Когда они реально соединили И сделали как бы двух терминаторов По сути это один Но их как бы два Один жидкий Который Вот эта вот Все трансформация В острые предметы А второй как бы скелет И он еще прикольно выстроен Что он тотал блэк Выходит из него Это крутая находка Может быть реализовано Ну там графика чисто такая Не реализовано хорошо На самом деле это же режиссер Тим Миллер Которого студия Блюр по-моему Называется студия Адам! Адам! Субтитры сделал DimaTorzok Которая занимается графикой, который раньше занимался синематиками для компьютерных игр, которые сделали синематикой Дэдпула, по-моему, которые слили, по которому был бум и решили запустить проект, вот эта волшебная история О, hello there. I bet you're wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. Hey! Let's hope these guys are wearing their brown pants. Let's hope these guys are wearing their brown pants. Let's hope these guys are wearing their brown pants. Я воспринимаю это как, знаешь, как если бы мне дали снять Терминатора, я вот из-за того, что я пиздец люблю этот фильм просто всей душой, что у меня там тут Шварценеггер набит, тут у меня Роберт Патрик на ноге. Я бы, конечно, на самом деле не снимал никогда продолжение, я бы снял просто такое, ну не перезапуск, но я бы снял ответвленную историю, я даже знаю, как... Я бы снял техно-хоррор как первый фильм, я бы барал 80-е, вот эти вайбы, синты, неон, темные переулки, морочноту, такой неонуар я бы сделал, потому что я понимаю, что играть на поле Кэмерона невозможно, надо мешать жанры, Кэмерон мешал жанры, а все остальные пытаются сделать Кэмерона 2.0. Вы никто никогда не будете Кэмеронами 2.0, ну никто и никогда, это невозможно. Но в шестом фильме есть вот этот вайб именно как бы фанатизма Джеймса Кэмерона, потому что все остальные как бы вроде бы пытались, вроде бы пытались что-то свое, даже, знаешь, есть люди, которые говорят, ну четвертый фильм, постапокалипсис, очень круто. Я его пересматривал, недавно думал, вдруг сейчас это будет свежее и иначе, очень плохое кино, плохой экшен, есть крутые находки, классный сеттинг, вот компьютерные игры в этом сеттинге очень крутые, вот недавно выходил Терминатор, и не помню, как они назывались, вот сейчас вышел Survival, открытый мир, и ты бегаешь... Ну, Salvation, наверное, так он назывался, нет? Блин, нет, по-моему, Salvation, это как раз вот по Терминатору, потом еще какой-то был Терминатор, и вот недавно выходил те, которые игру по Робокопу сделали, и там прям очень круто, там даже в одной из миссий ты находишь, короче, чувака с лицом Роберта Патрика, что это какой-то был реальный чувак, и Т1 тысячу сделали по его подобию, труп нашли. Там очень круто, там прям для фанатов, ну так вот, но как бы понятно, что продюсеры думают, что если мы сделаем рипов с Терминатора 2, это зайдет людям, и тратят колоссальные бабки с рейтингом R, хотя для меня это на самом деле очень странное продюсерское решение, типа снимать с рейтингом R, дорогущий боевик с Арнольдом Шварценеггером, который как бы, ну, на которого молодежь не пойдет стопудово, молодежь даже 18+, да, аудитория, почему бы не снять полностью перезапуск, почему бы не сделать просто классную стилистику сейчас и в моде, страх перед искусственным интеллектом, раскроете эту тему с психологической точки зрения. Да, они просто почему-то боятся, что вот как будто они Шварценеггера, если упустят, то... Это странно, да, да, на самом деле четвертую часть сняли без Шварценеггера, там был этот Шварценеггер компьютерный, но вот провалилось, они подумали, ну, наверное, типа без Шварценеггера, потому что третий же фильм собрал много денег, хотя казалось бы, да, ну так вот, в шестом, в шестом фильме очень прикольно есть угроза от этого Терминатора злого. На самом деле, Терминатор — это фильм погоня. На самом деле, мы когда Ронин снимали, для меня это всегда был типа как, ну, как путеводная звезда жанра. Если персонажи убегают от угрозы, эта угроза должна быть типа, ну, неостанавливаемой, это должна быть типа опасная хрень, которую ты думаешь, если он сейчас сократит дистанцию, тебе хана. Вот просто вот это сокращение дистанции, поэтому всегда надо быть в движении. И в первой Терминаторе это отлично показано, что как только они останавливаются, Терминатор приходит, он разваливает полицейский участок, он там все разваливает к хреньам. Всегда быть в движении, никогда нельзя передохнуть, ты не можешь спать, потому что все время тебя накроет этот маничелло. Это слэшер, маньяк, как Джейсон Вурхис или, блять, Майкл Майерс. Во второй части был Т-1000, один из величайших злодеев истории кино. Просто пиздец. Это гениальное попадание. Причем мне нравится, что у Кэмерона все время он то Терминатора хотел сначала Лэнса Хендрикса, и потом ему навязали Шварценеггера сначала как Кайло Риза, а потом он пересмотрел его как Терминатора. Потом он хотел взять Билли Айдола на роль Т-1000, но тот попал в аварию на моцике, что-то такое не смог. И они берут Роберта Патрика, который в тот момент, кстати, бухал жестко, и он решил, что это его шанс. Я недавно какой-то интервью с ним смотрел, где он говорит, что когда ему предложили, у него был шанс либо жизнь просто пустить под откос, либо взяться за себя. И он там на спорт, там, тренировки, питание. Ну это гениальный злодей, просто. Роберт Патрик в роли Т-1000, пиздец. Вот даже на моем YouTube-канале есть видос. Все камео Роберта Патрика в роли Т-1000. Особенно мне нравится, когда он отпихивает этого пиздец в последнем киногероя. Да, да, когда он выходит из полицейского участка. Зача Шернстоун выходит. Зача Шернстоун, и звук. Тинь! Этого, для нажатия колки, да. И он такой шоколичий. Я такой, wait. Jack! Did you see that? Но в шестой части есть вайп боевика. Он вторичный. Там очень плохие герои. Вот эта вот девочка избранная. Очень плохо сделано. Но они хотя бы попробовали сделать, во-первых, защитницу, вот эту девчонку полукиборга. Это свежий взгляд. У меня нет проблем, кстати, с феминизацией. Потому что, извините меня, Терминатор построен на феминизации. Сара Коннор одна из самых сильных женских героинь, именно вот таких боевых мам. Это одна из самых в истории кино вообще. За все его там 130-летнее существование, да, кинематографа. Поэтому феминизация меня не пугает. Потом они приплетают Шварценеггера, который такой типа старенький, много юмора, вроде кринжуешь. Ну, думаешь, ну, а как еще интегрировать Шварценеггера? Вы его интегрировали, я уже рад ему. Я, ну, для меня это типа... Ну, Карл и Карл. Ну, да, да. Для меня это один из самых близких людей в моей жизни, с которыми я никогда не встречался вживую. Поэтому я буду рад Шварценеггеру в роли Терминатора в любой апостаси. Даже если это Терминатор типа Генезис. Хотя это было с трудом. Это было тяжелее смотреть в разы. Это было очень тяжело. А шестой фильм, он такой олдскульный, категории B. А в этом же году еще вышел Рэмбо новый. Когда я вышел. Его тоже все засрали. Я чуть не сдох. Я сидел в кино просто охуел. Это просто разъеблено. Причем это опять же вайп такой же, как этот Крейд, как... Да, и он такой олдскульный. Как дред, что вот типа все в одном пространстве. Как он мексиканцев просто... Это один дом из ада. Просто это олдскул. Это такое ультра-насилие. Я охуел. Поэтому... Это начало, когда он там на кресло-качалке катается. Не, Рэмбо вообще крутой. Это пятый, да, вроде? Пятый Рэмбо, да. Лас Блот. Последний круг, да. А вот Дарк Фейтс мне реально понравился. Реально прикольно. Как бы, оно, говорю, немножко вторичненько. Но там есть реально крутые сцены. На самолете очень классный визуал, когда они пи***тся. Меня знаешь, чем этот фильм покупает? Когда я вспоминаю Дарк Фейтс, я вспоминаю ровно одну сцену. А когда на самолете они летят, к ним этот мексиканский робот, этот Рэв-9 тысяч или как так, да? Рэв-9 просто. Рэв-9, да. Он вот туда залетает, они пи***тся. И там есть момент, когда Шварценеггер берет ему и с такого, с подствольником этого М4А1 в еб***чку начинает просто расстреливать все об ому. И у того вот так морда, кожа вот эта жидко разбредается, и у него вот эта робота... Чёрная косметика. Да, и он такой поворачивается обратно. И вот это еб***ло его. Я просто вспоминаю мой любимый момент во второй части Терминатора, когда... Помнишь, когда он едет на грузовике с жидким азотом? Он вылезает. И он вылезает, подходит и вплотную начинает его просто с М4А1 разд***бывать. Меня до сих пор, я смотрю, это так брутально. Это такая гениальная сцена, такая находка, просто мощная. И она одновременно показывает ужас перед этим Терминатором, что ты просто можешь выпустить обойму из мощнейшего автомата ему в еб***т вот на таком расстоянии. И ты его, ну, чуть-чуть обескуражишь. Это страшная хуйка, он просто устанет. И ты задаешься все время вопросом, а как эту хуйню победить? Самое крутое в Терминаторе, что это типа сценарный челлендж. Как победить то, что ты заложил в сценарии, что победить невозможно. Это п***ец. Ладно, про Терминатор завязано. А ты помнишь еще момент, мне там нравится вот звуковая тоже фигня в шестой части, когда падает эта женщина-терминатор, ну, типа женщина-киборг, она падает, у нее такой звук, такой тоже металлический. А, да, 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 на тачку вроде бы, да, 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 это прикольно. Как будто две машины столкнулись, такой, тань. Не, там много прикольных моментов реально, и хороший CG очень. Типа реально студия Миллера прям с крутым CG, кстати. Не, они постарались, просто она вот, ты прав, я никогда об этом не думал, она выглядит, эта часть как просто би-муви такой, просто очень современная. Да, да, да. Очень такое хорошо сделанное. Просто таких, на самом деле он выходил как бы в период вот, ну, Марвеловский бум, и я пошел, это кино с большими пушками, это кино с Big Fucking Gun, и там реально все все время стреляют, очень, ну, наивное кино. А он же, по-моему, как раз между Джоном Уиком первым и вторым выходил, нет? Это, это девятнадцатый год, а это уже после третьего Джона Уика. А, после третьего. Да, да. Или перед, ну, короче, Джон Микошоу в девятнадцатом году, и вот в девятнадцатом году вышел Dark Fates и как раз Last Blood, Рэмбо. Это реально классное кино с пострелушками. Оно ни к чему не обязывает, но оно хотя бы уже не пытается... Ну, вот, например, Genesis, очень классный концепт, путешествие по времени, но вот эти все рекасты, Мать Драконов сделает Сарай Коннор, там, Ли Бион Хон в роли Т-1000. Странное решение, типа, или, знаешь, там, Джон Коннор, это этот, прекрасный актер, как же его... О, прикинь, блин, как стыдно, все имена вылетели вообще, киноманы, ебаные. Ну, который с Томом Харди еще снимался в этом... Который с цель номер один, Кэтрин Бигалоу. У него рожа такая, чисто, вот, на рожи написано «злодейм». И, знаешь, в конце фильма он оказывается злодей внезапно, и ты такой... Ого. Удивили, блядь. Но прикольно, что они Джона Коннора сделали злодеем и роботом. Это как бы все на стадии концепта звучит, как героиновый бред, но прикольно, но реализовано, но очень плохая графика, там, эти шутки, когда там... Нет, шутки вообще плоские. То есть, как бы... Да, да, сразу вспоминаешь, кринжуешь. Ну, и вот эта кринжа вообще, что он себя встретил. А, да, старенького. Когда там эти какие-то загримированные ублюдки. Там Билл Пэкстон был. Да, Билл Пэкстон, царстветий небесный. И кто там еще был? Там еще кто-то крутой был. Брайан Томпсон. Да, кстати, да, это же слэшер из «Кобры». А для меня это слэшер из «Кобры». И этот чувак, кстати, Брайан Томпсон играл в «Зачарованных» две роли. Он дважды играл в «Зачарованных» каких-то полубогов. Мне всегда это веселило, что одного этого уже актера заюзали. Короче, да, «Терминатор 6» очень прикольный с точки зрения, что это бимуви в хорошем смысле того слова. Именно такой, если не оценивать его и не сравнить с Кэмероном, это отличный зубодробительный бейв, в котором все время что-то происходит. Мне он в целом тоже, скажем так, больше понравился, чем не понравился. Ну, просто я ничего и не ждал, скажем так. Ну да, есть «Терминатор 1», «Терминатор 2». Все остальное — это фанфики. Мне было интересно увидеть, как они это в начале, потому что много было шума, что на самом деле Джона Коннора убили. Я думаю, какой-нибудь интересный. Я знаю еще одного человека, которому прям пи***ц как нравится. Шестой? Да. Это Арман Яхин, который «Мейнроудпост». Он даже пост писал в фейсбуке, что да, типа, что вы тут обосрали, и я типа... Слушай, ну там еще скорее... Может он «Универсальный Солдат 4» посмотрел? Слушай, ну, надеюсь. Потому что «Универсальный Солдат 4». Вот, кстати, да, ребят, кто посмотрел-то? Мы столько рассказывали. Давайте уже признавайтесь, да, камин-ауты давайте. Слушай, а вот вообще по теме актеров, которые типа вот в разных частях играют разные роли, ты его помнишь? Ну-ка еще раз. Ну вот ты берешь одного актера, а у тебя, например, есть там 3-4 части этого фильма. И вдруг внезапно он в какой-то... Ну, типа в первой части его там убили, а он появляется в другой части, еще там играет какую-то роль, ты такой ебаный. А играет другую роль, другого персонажа. Да, абсолютно вообще типа... Ну, самый яркий пример, я могу сразу вспомнить, мне на ум приходит, это Яян из «Рейда», который «Мэтт Дог». Он же хореограф вообще в «Рейде». И в первом он играл «Мэтт Дога», который обожает сцену, когда такой убирает пушку и такой... Я предпочитаю бой. Лучше готовить салат руками. А во втором он играл какого-то бомжа, помнишь, которого в клубе там отпи***или, он там всех захерачил, и в снег потом упал и кровь и стек. Это вот яркий пример, это разные персонажи, один тот же актер. У меня есть такая история очень странная, я причем ее заметил еще в 90-х, ну, это такое прям совсем из-за дротства. Вторая часть «Американского ниндзи», там играет актер, его зовут Ларри Пойндекстер. И вдруг... Ну, а он такой очень запоминающийся, знаешь, он такой, он похож на Динамита, помнишь, нашего этого рестлера? Не рестлера, а на который умер, Владимир... Турчинский. Турчинский, да. Он такой, на него типажом похож. И он в этой сцене очень заметен во второй части, потому что он там в баре, что-то там похищает каких-то этих морских пехотинцев, и он такой крепкий, здоровый, такой с юмором, зубочисткой. И вдруг внезапно в четвертой части «Американского ниндзя», где как бы возвращается Дудиков, опять этот персонаж. Играет какого-то байкера, вообще другого, зовут по-другому. Я думаю, блин, вообще не заморачивались. Прикол. Ну, мы знаем у Джорджа Миллера известный пример. Ну, да. Что злодей из первого фильма, а он же не смертного Джо потом сыграл. Есть еще вот сейчас сериал этот, Чаки, который, знаешь, делали. Да, как фанат Чаки могу сказать, что офигенно, внезапно. Вроде бы он же умер на 7е Чаки, потом раз был перезапуск, который, оказывается, не перезапуск. В конце был типа Чаки с одним лицом, а в конце он снимает, и это тот же Чаки из «Невесты Чаки». Чаки-робот вот этот. А потом был типа ремейк, который прям срач, а потом вышел сериал, где продолжается линия, это классический Чаки, Брэд Дурев. Да. И там же это Дженнифер Тилли. И на самом деле это очень круто. Так вот, ты заметил. Так там и Энди тоже возвращает, там типа люди возвращаются из предыдущих частей. Это да, и там еще же есть момент, а ты досмотрел вот третий? Там еще и Брэд Дурев появился. Это второй, третий сезон вроде уже вышел. Там Брэд Дурев еще появился. Прям Брэд Дурев. Базар. Но он же маньяка играл. Маньяк и с первой части прямо он появился. Он прям себя играет. Прям вот он появился, что это маньяк. Типа Чаки сел в его оболочку и стал просто Брэдом Дуревом. Нихера. А, в Брэда Дурева актеры? Да. Типа Брэд Дурев играет сам себя. Да. И в него переселился Чаки. Да. Трегень. Вот. Вот это мету они мутят. Да. И вот там, кстати, если ты внимательно смотрел, там этот актер, который взрослый сейчас, который играл в Деван Сава, который играл в пункт назначения. А, да. Он здесь играет отца, во второй части играет президента, в третьей части играет... А, он все время играет разных актеров? Все время играет. Его все время убивают. Там в третьей, в пятой серии. Это какая-то мета еще одна. Вообще просто. Я потом думаю, а почему так? Стал смотреть, а оказывается он там экзекутив продюсер. Блин, это же чувак из пункта назначения в натуре. Молодой, да. Слушай, а колон, он еще же в каких-то прикольных фильмах двухтысячных играл. Я вот так не могу вспомнить. Я просто помню, что он вот именно в пункт назначения, и потом еще он... Ты знаешь, какой мне сейчас фильм за флэшбэчил? Я вообще, я не смотрел оригинал, сразу говорю. Я даже лет 10 назад впервые вообще узнал, что есть оригинал. Я не знаю, просто это, знаешь, как это типа офф-топ вообще. Мы к этому не подводили, но мне очень хочется обсудить, иначе я это забуду. Ты смотрел с LL Cool J фильм, который называется Rollerball? Конечно. Джон Мак Тирнон. Роллербол Джон Мак Тирнон снял? Конечно. Режиссер Хищника? Да. Чувак, я Rollerball, в детстве у меня была кассета, я посмотрел его раз 700, мне кажется. Я его прям посмотрел, он закончился, я перемотал на начало, посмотрел еще раз, он закончился, я не понимаю, почему. Это Джон Мак Тирнон. Все, что я помню из того фильма, что там были слепнот в какой-то сцене. И был Rollerball, Rollerball, Rollerball. Кого-то там въебали, в крови еще, в мясо. Там кто-то играет же тоже, парень молодой какой-то известный. Там чувак из американского пирога. Пирога, да, да, да. Суть-то в чем, что ты смотрел Джанников Ази, вот этот прекрасный фильм-то про... Не, не, не. Ну там вроде много, да, из него? Там много. Это Вратарь Галактики. Вратарь Галактики. Не, я не смотрел. Там прям смешно. Мне, кстати, у Фази его дико нравился. Гамбит. Гамбит. Вообще, я его прям много раз смотрел. Очень крутые сцены там, все-таки эти, которые слоумо, потому что когда поле боял, и так камера, бфух, летает. Не, не, не. А что делал Маклафлин, когда я говорил Соболева про Плевну? Нужно немедленно занять Плевну. Туда движется корпус Османа Паши. Ты вот вспомнил Эл Кул Джей, и вообще вот эта вся тема, там, типа, рэперы, спортсмены. Охотник. Охотник. Охотники за разумом. Да. Вот так мало людей смотрели. Я вот так влюбил тоже. Это Ренни Харден, по-моему. Да. Вроде да. Ехать кино. Особенно первая смерть Кристина Слэйтера, когда его заморозило, он упал кишками кверху. Чисто пункт назначения. Да, да, нет, это крутое кино. Спортсмены. Я уже знаю, к чему ты ведешь. Это, мне кажется, отдельный такой какой-то заход в кино, потому что... Да, мы про Ван Даму ни разу еще не говорили за сегодня. О, да. Подожди, давай покажем. Давай, давай. Я пока расскажу про... Это моя... Одна из моих первых вообще фигурок, которые я купил, уже будучи... Решив коллекционировать. Алиэкспресс. А, я думал, ты прям переодеваться будешь. Ну, я могу переодеться. Не, ну, у тебя Point Break, поэтому давай. Поэтому вот эту футболку мне подарил Макс Сышкин. Он купил ее... В Бангкоке. В Бангкоке. Знаю, что я люблю Дениса Родана, поэтому сегодня мы можем поговорить про него и Ван Дама. Про фильм Суихарка. Колония или... А у меня он назывался Двойная команда. Двойная команда. Дублтим он по-английски называется. А вообще... А в чем переводом был Колония? Колония он был... В переводе живого точно. И он был еще в каком-то первом переводе, потому что его выпускал не Вест Видео, а его выпускал, по-моему, Видеосервис или Пирамида, не помню. И у них был свой перевод, когда появилась вот эта вот промо-копия с этими черно-белыми вставками, где вот это ползет там строка внизу. Нельзя было использовать каких-то переводчиков там типа известных, потому что за это могли письмей дать пиратам. И у них какой-то переводил чувак запиченный. Его вот там ребята наши, которые на сайте Е180 сидят, они его называли Буратино. Что типа он запиченный, у него такой голос очень смешной. Как у робота? Да, да, он так вот говорит. То есть такое существовало, потому что мне уже в какой-то момент кажется, что это мое искаженное вспоминание песни. Чувак, мы здесь поставим тогда вот маленький кусочек со звуком из без лица, и ты охуеешь. Это просто вот этот... Который говорит, я люблю есть персики часами. Вот, вот. Там прям, нет, это прям был переводчик. Это был переводчик, который потом... Фу, я думал, я с ума сошел. Я вот не буду врать, его фамилия либо Сонькин, либо Кашкин. Не помню, по-моему, Сонькин все-таки. Даже потом услышали его реальный голос, и он все равно тоже такой же. Ну, чуть-чуть его там как-то запичивали. У нас там один из комментаторов попросил как бы рассказать про колонию. Блин, я, кстати, его не смотрел лет 15. Я хотел с тобой посидеть, посидеть. Мы посмотрим, да. Поэтому мои воспоминания искаженные. Да, он вышел в очень таком хорошем качестве, причем его выпустили англичане на Блю-Рее. Вот есть такая студия 101, знаешь, 101 Films. Это англичане, они делают Блю-Ре в таких толстых коробках, и у них прикольно, у них всегда есть какие-то бонусы со съемок, фотки какие-нибудь. Они обязательно трейлер вставляют, который, знаешь, трейлер вообще в сети в хорошем качестве нельзя найти. Прямо там в HD. Прикольно. Вот. А потом он вышел у каких-то немцев, и у них еще лучше качество по видео было. Да, оно такое, знаешь, оно такое зернистое, правильное такое. В чем вообще фишка этого фильма для меня была? А поскольку я там прям большой фанат был Chicago Bulls, и вообще все игры смотрел, и у меня даже были видеокассеты записи у Chicago Bulls игр. Прикольно. И я прям фанател от Родмана, думал, блин, вот чувак, вот это прям беспредельщик. Тренировки, да, по***, где-то в казино там херачат в Лас-Вегасе. В разноцветные волосы. Да. И такой, типа, знаешь, все равно, блядь, и Данки хуячат, и на подборах, он же там супер на подборах всегда был. Я как-то прям, ну так, мне нравился, потому что Джордан, да, это понятно, это икона, там, спорта, все. И вышел как раз Space Jam, да. Я такой думаю, блядь, чё Родмана никто не снимает? И потом, ну как бы на заре такой карьеры Ван Дамма, да, вдруг Цуй Харк... Какой это год? 96-й? 97-й? 97-й, наверное, 98-й даже. 97-й, я думаю. И вдруг вот на заре этой карьеры Ван Дамма, Цуй Харк, который там тоже что-то там пытается в Голливуде делать, ну смешно тогда было, что он пытался, выходит вот эта двойная команда, и я такой, там, первый какой-то рекламный буклет где-то вижу, и там раз там, типа, Деннис Родман, я думаю, еб... Микки Рурк, я думаю, еб... Этого где откопали. И он, конечно, когда вышел, я прям, пи***, меня там распирало, я думаю, вот он, вот он, Деннис Родман, первый раз в фильме. И вот это начало, когда он к нему заходит, Ван Дамм за оружием, а он там... Языком поворачивается, он весь забитый пирсингом, и он встает, Ван Дамм сидит, он вот так вот встает над ним, а это же просто двухметровый человек, и Ван Дамм вот так вот на него смотрит. Ну, короче, мы пересмотрим с тобой. Короче, я помню... Ты помнишь момент, наверное, один, который когда как бы баскетбольный мяч в парашют падает? Я помню первое. Ван Дамм под водой, и его таймер, это сигарета, которая тлела, мне это очень впечатлило в детстве. Я помню лазеры, в которые надо было прыгать, чтобы задержать дыхание, какие-то там на воде были, которые отключались. Я помню, как лежит он, и ему что-то персингует, и он типа из разряда Ван Дамм говорит, больно, он говорит, это было больно, а это мне даже понравилось. И вроде он на сосок сказал, что понравилось, а больно было на пупке, и что такое мне... И он говорит, это больно, и это больно, а здесь даже понравилось. Ой! Это, наверное, больно? Вот это больно. Вот это больно. Вот это больно. А это так, для развлечения. Кто ты? Я тот, кого ты ищешь. Ты? А потом какие-то были стены, раздвигаешься с пушками. У меня образ почему-то Микки Рурк с ребенком, младенцем. Там было такое, да? Конечно, да. Там же это прям копия под... без лица. Да? Он встречает свою женщину, а в этот момент идет эта операция по захвату Микки Рурка, они убивают ребенка. А, там взрыв лечит такой, да? Он падает, на него прям вот копия, как в траволте падает. Как в начале, да, без лица. Ну и помню, да, автомат с кока-колой, который защищает от взрыва. Вот все. Причем от ебейшего такого взрыва, когда там полстраны разнесло бы. Вот, вот, это мои теги. Вот все, что я помню в этом фильме, но я его очень хочу пересмотреть, потому что я помню, что это был стиль. И пересмотрим он в том, когда в списке левом переводе у меня он есть. Короче, я принес кое-что. О, давай. Давай, ты должен угадать. Мы уже много раз сегодня про это говорили. А про это говорили? Это не Ван Дам. Ну, это Терминатор. А, короче, посмотрите, какие мужчины дарят подарки мужчинам. Да, Дубилиан. Короче, я ему принес два пакета. В первом пакете были персики. Я достаю и говорю, Володь, ты должен посмотреть на персики и с первого раза понять, о чем речь, процитировать, и я тебе дарю второй подарок. И он вспомнил про... Пососать язык. Если бы я дал тебе пососать мой язык. Пора пососать язык, то есть, по сути, как бы та же самая фраза, но он забыл про персики, я могу есть персики часами. Повторите. Персик, я могу есть персик часами. Это та самая фраза, на которой Джон Траволта учился, ну, учил этот, имитировать голос Николаса Кейджа. Вот, поэтому такой у нас есть Николас Кейджа. Слушай, надеюсь, там видно на камере. Ну, я думаю, что мы сейчас еще... Ну-ка. Вот. Ага. Ты понимаешь, знаешь, что это? Ага. Есть вот такая маска Траволта, смотри, это лицо снятое. А, нет, это кейдж. А, это кейдж, да, вот, она же здесь типа лежит. Помнишь? Ага. И есть, есть еще момент с тем, что есть еще лицо и Траволта. И она крепится? Ну, оно как-то там так можно. Мне нравится, что челлиж шире. Челлиж шире, да. И как они это обыграли в фильме, не так непонятно. Да, это не так важно. Вот. Плюс у нас есть сапоги-скороходы из тюрьмы. О, и, кстати, пол из тюрьмы. И пол из тюрьмы, да, чтобы он прям дун-дун, чтобы его там прижало. Ну, и, конечно, наверное, ну, это понятно, что у нас есть вот такой прибор. Это тот, из которого убили, собственно, Николаса Кейджа и Гарпунда. Но самое, самое главное, что здесь есть, и ты это видел, это золотые береты. Это золотые береты, да. Жока Персиков нет. Персиков нет, да, но Персики были дома. Ну, и тут миллион рук с колечками. Мальчики дарят мальчикам. Абонементы в Тайрай, а мужчины дарят Николаса Кейджа из Безлица. Вернемся к актерам, спортсменам. Да. Ты же наверняка видел этот чудовищный фильм с Шакилом Унилом. Сталь, Cold Steel. Живая сталь. А живая, нет, железный. Ну, я его смотрел в детстве, ничего не помню. Но был прикольный Казаа, мне нравился, который, где он играет, это типа Аладдин-версия, по-моему, Джина играет. Разблокированное воспоминание детское. Да, вот это было прикольное. А еще есть у Денниса Родмана у того же проект, который был пилотом какого-то сериала, где он играет суперагента. У Джина вообще еще? Ты не смотрел эту прекрасную... Ну, ты просто не фанатчик, как бы был. Не, я в детстве фанател. Документалка, знаешь, это на Нетфликсе, а в Питере. крутая, но она у меня все еще в списке. Вот, да, вот там он прям такой, он прям... Не, я в детстве Джордана вообще фанател, маят, 60 плюс Денниса Родмана, он по-прежнему весь в серьгах и в персинге. Он все красивый. Кайфовый дед. А какая судьба вообще ждала колонию, вышла, по-моему, сразу на видео. Это вот два фильма было, помнишь, «Взрыватель» и «Колония», которые... «Взрыватель» что-то знакомое. «Взрыватель» это где в Гонконге шьют они эти паленые джинсы, Ван Дамм там, и там это первая роль Роба Шнайдера, вот этого комика. Да? Первая роль? Первая роль. Что-то лучше знакомое. А, нет, это первая главная роль. Первая роль у него была, он Дил Вэйк поиграл в этом. В Дреде, да? В Дреде, да? Там Ван Дамм приезжает в Гонконг, у него какая-то компания по производству джинсовок, нет, джинсы они прям. Они их там разрывают, что типа левые, как они проверяли, что берут левые штанины и правые, типа дергают, если не рвется нормальные. Очень тяжело, прикинь. Я точно смотрел, но у меня прям... Там они на повозке на такой бегают, там типа чемпионат какой-то в Гонконге на повозках ездят. Блин, все, что ты говоришь, у меня прям какие-то разблокируются детали, но я прям плохо помню. Это тоже Цуйхарк. Ага, да? Да, это Цуйхарк. Там просто прикол в том, что там даже съемки есть вот такие чисто Цуйхарка, когда там, ну и что, это ускоряется просто непонятно. Поэтому колонии был... То есть провалился? Провалилось все. И на видео ничего вообще не собрал? Колония была очень хорошим, таким, ну как бы долгим, наверное, проектом разных компаний, которые выпускали его на DVD. То есть я там несколько видел. У нас, конечно, это был бешеный успех. У нас, да, да. Потому что у нас была видеокассета, и потом видеосервис ее выпускал. И даже до DVD она дошла и тоже выходила. Blu-ray вышел только несколько лет назад, прям пару лет назад. Прикол. Это тоже фильм, знаешь, он как бы вроде бы не из детства, но я его не так много раз смотрел, но на самом деле помню там тоже некоторые моменты, когда они уже таким, знаешь, этим спецназом там все собираются, ван-дамм там кучу оружия он принес, Денис Роддена взял. И там приходит такая девка такая, знаешь, типа как прообраз всяких вот этих снайперш, и ей дает эту винтовку, и там какая-то такая, знаешь, такая феминистская шутка, типа ты этим умеешь пользоваться, то она такая... Посмотрел и говорит, я этой штукой отстрелю яйца у калибри. О, что-то такое припоминаю. Да, да, ты чего там, это что-то реально. Это хорошая фраза. Ты сможешь попасть из нее в человека с двухсот метров? Из такой штуки я смогу отстрелить члену калибри. Так, давай по конкурсу. Ты даже сказал, что знаешь, что будешь дарить. Ну да. Ты у нас пока главный спонсор подарков. Я думаю, что раз люди смотрят эти подкасты... Ну мы не знаем. Мы пока вслепую это записываем. Мы зацепили там в один момент Годзиллу, и мое прекрасное прошлое с продажей этой видеокассеты. Это была такая черная обложка, на ней было написано Годзилла, внизу был город, и такие лучи, типа как от вертолета на Годзиллу, а внутри было вырезано окошко, и там золотая Годзилла внутри была, это была кассета видеосервиса. То есть ты когда вытаскиваешь кассету, у тебя в боксе дырка, а на кассете, на самой вот это, где название, наклейка, оно золотая, и там Годзилла, что-то прям пи***. Я нашел кассету эту, которая выглядит зеленым цветом. С дыркой? Да. А там Годзилла записана? Или батя напарнувка какая-нибудь? Годзилла, Годзилла. Есть видак, мы посмотрим. Пусть расскажут про то, как их актеры, которые спортсмены, зацепили, и каким именно фильмом, чтобы кто-то свою историю личную рассказал, что, например, я посмотрел там фильм вот с Деннисом Роддманом. Или там Тайсон снялся в таком-то фильме. Да, да, Тайсон снялся. Ну, короче, выберем самую интересную историю, если люди расскажут про то, почему именно этот актер, который спортсмен, зацепил их, и, например, знаешь, там не то, что украсил весь фильм, а просто вот заставил его смотреть. А ну вот давай сразу сами вот для себя вспомним. Дуэйн Джонсон считается, как спортсмен, который пришел в кино? Рестлинг же это спорт. Все равно. Каким бы это ни было шоу, это все равно спорт. Слушай, ну если ты возьмешь какие-то ранние фильмы, там как вот этот про джунгли, помнишь, это сокровище... Чувак, это разъебное кино. Сокровище Амазонки. Сокровище Амазонки. Бай, там такой экшен лютый. Там еще этот, Стивлер, как у Шон Уильям Скотт, нет? Как так его назовут? Это же просто разъеб. Это такой экшен там лютый. Ну ранние какие-то можно, но просто если мы с тобой вспоминали того же Голдберга, Халк Хоган. Я вот имею в виду все-таки таких спортсменов, которые прям деревянные. Не из боевого в смысле? Да, не из боевого, которые прям деревянные. Вот такие как, ну вот тот же Шакилу Нилтон. То есть это спортсмен и спортсмен. Или там когда Бекхам играет в какой-нибудь роли, знаешь. Ну у него камео уже. Ну да, но все равно это же... Ну люди только из-за этого смотрят. То есть критерий такой, что мы не используем боевые искусства, спорт. Но Денис Родман-то машет ногами там. Не, но я имею в виду, то есть словно Тайсона нельзя юзать. Ну Тайсона, наверное, можно юзать, потому что он все-таки, ну много где снимался. И у него там много фильмов, кстати. Правда, что главных ролей нигде нет? Ну просто это, если мы на эту территорию зайдем, понимаешь, там и Скотт, да и Эткинс, и все есть. Это как бы тяжело. Но Скотт Эткинс, он же не прям типа звезда именно спорта. Ну не звезда. Он да, они все Marshall Arts занимались, но типа... Ну это условно, если зайти на территорию подальше и взять каких-нибудь там рэперов, вот как ДМХ там с Сигалом снимался, как Мастер Пи, там вот это все. ДМХ с Джетом Ли. С Джетом Ли, да. То есть вот здесь как бы интересно все-таки послушать истории, когда... Ну короче, давай... Просто мы не вспомним сейчас, а я уверен, что у каждого... То есть спортсмены не... Спортсмены не из боевых... Да, давайте. Спортсмены не из бокса, не из ММА, ну короче, не из рестлинга, а скорее спортсмены из других видов спорта. Да. А Формула-1 всякие считаются? Да, можно, да, конечно. Правда, не знаю, снимался ли кто-то оттуда. Ну все, тогда, ребят, ждем ваши чудесные истории. Открывайте нам глаза тоже, потому что... Да, да, мы сядем, обсудим, как бы почитаем ваши комменты. Не знаю, вообще, этот третий выпуск, возможно, будет нашим финальным, потому что к третьему выпуску, может быть, мы так и не наберем просмотров, и это будет последний наш выпуск, а может быть, мы только начинаем, поэтому посмотрим. Может, и гостей, каких-то будем звать, если все пойдет? Ну, зависит от того, как пойдет у зрителей. Если пойдет... Просто если у зрителей идет, то и гостей проще звать, потому что как бы гости захотят, потому что скажут, у вас такая аудитория классная, вот, можно с ними пообщаться, повзаимодействовать. Ну что, все, спасибо большое. Все, спасибо. Будем надеяться до новых встреч. Всем пока. Все? Все. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok